На фоне мирового кризиса вопрос о том, как сохранить и приумножить сбережения, становится для казахстанцев одним из главных. Ничего только не советуют эксперты по этому поводу. Кто-то считает, что пора зарабатывать на ценных бумагах. Другие говорят, что население Казахстана к этому еще не готово и предлагают другие способы обогащения. Дельмурат Маталипов обсудил эту тему с экспертами. Почти 90% работающих казахстанцев пользуются несложным продуктом для сохранности и приумножения своих средств. Банковскими депозитами, которые привлекают массового инвестора простотой алгоритма, доступностью и гарантиями. Популярны также вложения в недвижимость, а иногда и в бизнес. Но экономист Арман Бесимбаев считает, что это уже устаревший и ненадежный способ поправить свое материальное положение. Эксперт говорит, что казахстанцам пора перестроиться и принять активное участие на фондовой бирже. Что-то ты вкладываешь, например, в государственные облигации. Казначейство Республики Казахстан, например, можно. В какие-то казначейки Нацбанка. В краткосрочные ноты Нацбанка можно вкладываться. Покупать какие-то дивидендные истории. Другие экономисты отмечают, что казахстанцы сегодня ограничены в возможностях инвестирования, в частности, ввиду отсутствия свободных средств, а также по причине слабой финансовой грамотности и осведомленности об инструментах и способах вложений. Именно эти обстоятельства и делают участие на фондовой бирже туманной перспективой для рядовых граждан. У основной массы населения более 90%. Такого уровня подготовки нет. Поэтому, какими бы ни были привлекательными эти предложения, для подавляющего большинства населения эти предложения непригодны. Мало кто захочет связываться еще и с обучением, еще и с чтением какой-то специальной литературы и так далее, и так далее. Если исключить покупку ценных бумаг как способ инвестирования, то у рядового казахстанца остается не так много инструментов по увеличению личного капитала. Наиболее прибыльным считается валютный рынок, уверен наш второй собеседник. Ну, остается покупать валюту, покупать доллары, евро, которые какую-то все-таки обеспечивают сохранность накоплений. Валюту лучше всего приобретать в обменниках, но не в банковских, опять же. Почему? Потому что банковские обменники или обменники при банках, там всегда курс намного хуже, и курс покупки, и курс продажи намного хуже, чем в обычных частных коммерческих обменных пунктах. А тем временем некоторые информационные интернет-порталы отмечают, что казахстанцы чаще стали покупать иностранную валюту. Так, объем купленных казахстанцами в прошлом году американских долларов превышает объем сданных в обменные пункты почти на 1,2 триллиона тенгер, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В последнее время наблюдается спрос на российский рубль, который на фоне западных санкций лишь окреп по отношению к тенге. Дельмурат Муталипов, Жасулан Омрзаков, Атамикен Бизнес.